Реабилитирован. Теперь так будут называть людей, которые обнулили свою кредитную историю. На самом деле это позитивный момент, ребята. Не зря мы здесь вместе с вами обсуждали все эти проблемы с онлайн займами. И так все по порядку. Просрочка портит кредитную историю. Соответственно банки отказывают в выдаче займов. На этом фоне как грибы после дождя появляются всякие онлайн займеры и прочие финансовые организации. Простые люди не имея выбора в один клик понабирали все эти микрокредиты с бешеными процентами. И так сегодня мы с вами порассуждаем, почему у нас каждый день появляются всякие недобанки. У них все есть и за это им ничего нет. А так же с вами порассуждаем и разъясним, что нужно сделать, чтобы получить статус реабилитирован в своей кредитной истории. Итак, поехали. Агентство по регулированию развития финансового рынка, видимо, услышало все наши эти обсуждения. И впервые в истории в нашей стране сделали шаг навстречу заемщикам и внедрили возможность реабилитировать свою кредитную историю. Об этом говорится в постановлении правления агентства Республики Казахстан по регулированию развития финансового рынка от 22 марта 2020 года. Действует он в отношении займов, которые были просрочены на более чем 90 дней. Что нужно сделать, чтобы получить данный статус, давайте вместе с вами глянем на данное постановление. Первое. В период действия займа была допущена просрочка более 90 дней. Это проще простого. Мы с этим справимся. Кредит был полностью погашен. Здесь все понятно. Те деньги, которые мы получили в банке, их все равно рано или поздно придется вернуть. С даты погашения реабилитируемого кредита не допускалась просрочка более 30 дней в течение 12 месяцев. То есть, если мы решили реабилитироваться, то должны это сделать по крайней мере добросовестно. А это значит, что мы не должны допускать какой-либо просрочки ни по конкретно проблемному кредиту, ни по кредитам, которые получены где-то там дополнительно. В принципе, это все, что нужно, чтобы реабилитировать свою кредитную историю. Ну а теперь вернемся к нашим недобанкирам. Итак, почему они имеют право у нас в Казахстане начислять бешеные проценты? Наше собственное расследование привело нас к двум субъективным выводам. Первое. Сам закон Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности это разрешил. Вы не поверите, но это так, друзья. Итак, давайте все вместе глянем на данный закон. Итак, перед вами закон Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности 26 ноября 2012 года, номер 56. Нас интересует статья 4 данного закона, это договор о предоставлении микрокредита. И здесь присутствует тот сокровенный подпункт 3.1, в котором говорится, что по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 50-ти кратного размера месячно-расчетного показателя, требование, установленное пунктом 1 статьи 5 настоящего закона, не применяется при соответствии договору следующим условиям. Условия соблюдают все, а вот пункт 1 статьи 5, то, на что следует обратить внимание. Именно она регламентирует порядок начисления вознаграждений по вот таким вот микрокредитам. Статья 5 данного закона, пункт 1, гласит Размер годовой эффективной остатки вознаграждения по микрокредиту не должен превышать предельный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа. Нормативно-правовой акт – это постановление, уполномоченный орган – это национальный банк. Иными словами, данный подпункт данного закона указывает, что если кредит был выдан на срок не более 45 дней с размером не более 50-кратного месячного расчетного показателя, то они могут начислять любой процент, на который способна их фантазия. Кто придумал данный закон? Догадывайтесь сами. Мы лишь читаем то, что видим. Смотрите и вы на все эти лазейки в законе. На этом все, друзья. Это все, что мы хотели сказать к этому времени. Если тебе понравилось это видео, ставь палец вверх, пиши комментарии. Делюсь этим видео, и мы обязательно будем видеться чаще. Всем огромной удачи и пока! Кстати, ребята, тот факт, что онлайн-займеры выдают деньги в размере до 150 тысяч дней, вы можете проверить сами, загуглив и проверив на калькуляторе максимальную сумму выдачи этих займов. Результат вас удивит. Поэтому, ребята, знайте законы и не оставайтесь в дураках. Субтитры создавал DimaTorzok